Хоккейный клуб «Адмирал» стартовал в своей выездной серии. Моряки в первом гостевом матче играли с минским «Динамо». Атаковать начали, как и полагается, хозяева. К разочарованию белорусских болельщиков Налимов был непробиваемым. Выстояли моряки в меньшинстве, причем дважды. А как только удаление заработали минчане, приморцы образцово показали, как надо реализовывать большинство. Веснювский зарядил от синей линии, а Саболич с правого фланга добил шайбу ворота. Во втором периоде болельщики голов не увидели. А в последние 20 минутки моряки решились удвоить преимущество, что им и удалось сделать после хорошего удара от Горшкова. Динамовцы, понимая безысходность матча, решились на снятие вратаря. Шестой игрок не только не помог команде, но и повлек за собой гол в пустые ворота. Краснослободцев поставил точку в этой игре при счете 3-0 в пользу «Адмирала». Конечно же, мы довольны победой, тем более отыграли на ноль. Что порадовало, во втором периоде мы выглядели намного лучше, чем в первом. Думаю, это стало основополагающим в сегодняшнем матче. Мы выиграли большее количество нужных единоборств, и это привело нас к положительному результату. Стоит отметить, что «Адмирал» впервые в своей истории увез полноценные 3 очка из Минска. Снова попытать удачу приморцам предстоит в следующем матче с финским йокеритом, который пройдет 10 ноября. Межнациональный кубок Ли Сун Сина завершился в Корее. Юбилейные 10-е соревнования по парусному спорту принесли приморским спортсменам призовые награды. Гонки на яхтах проходили в этот раз в трех дивизионах, в каждом из которых были представители нашего края. В третьем приморцы из команды Сачи Касатка шли вполне уверенно и по итогу взяли серебро. Во втором дивизионе призовые места достались сразу двум экипажам – клубам «Ферст» и «Самбо». А вот в главном первом классе борьба была с самой ожесточенной. Наша команда «Гастион» не могла долго поделить второе место с корейским коллективом. После дисквалификации хозяев соревнований и смены всей таблицы по итогам трех гонок у «Гастиона» оказалась первая строчка и золотые медали. Напомню, что еще в конце октября Владивостокская команда «Семь футов» участвовала в подобной парусной регате на Кубок Китая. Там наши яхтсмены заняли пятое место. Максим Яковлев, Владислав Голиус. Новости спорта на восьмом.